Аньте, передай просто микрофончик. Нам, пожалуйста, вы видите отбивку следующего, следующий наш доклад. Собственно, Иван Малышин и Иоанна Потапа пойдет в следующий доклад на тему сертификации ВС-качества. Вообще, наверное, тема такая достаточно интересная и злобободионная, можно сказать. Собственно, начнем мы с сертификации. Напомню про вопросы через приложение. Собственно, сертификация разработчиков. В 2016 году мы запустили ее массово для всех. Сначала немножко по цифрам. Мы приняли 2300 экзаменов. Ну, уже больше, но за 2016 год. На самом деле это очень много. Это было не так просто, так скажем. Выдали полторы тысячи сертификатов. То есть это люди, которые сдали разные экзамены. Всего получилось у нас больше тысячи на конец 2016 года уникальных пользователей, специалистов, которые подтвердили свою компетенцию. То есть на самом деле клево, и мы рассчитываем здесь продолжать. Собственно, коротко для тех, кто еще не знает, что такое экзамены. Напомню, такие есть в зале вообще, кто еще не знает, что такое платный экзамен разработчиков новый? Клево. Все уже знают один человек, два. А вообще есть кто в зале новый партнер вообще впервые у нас на конференции, еще впервые с нами? Это новый партнер. Понятно. Хорошо, что старые уже все признают про экзамены. Собственно, экзамен – это оценка знаний специалиста, разработчика, который делает сайт на один из битых. Вообще, тесты у нас были давно. В чем ключевое отличие? Мы сделали практику с контролем человека. Мы знаем, кто сдает, мы знаем, что он реально решает сложные задания и подтверждает, что он умеет пользоваться платформой. Сейчас есть два экзамена. Интеграция и настройка стоят 999 рублей. И основные технологии – 1999 рублей. Вообще, мы очень много сделали, чтобы эти экзамены были, а, онлайн, б, очень недорогие и доступные всем. Это получилось, потому что ехать в какой-то большой город, сдавать экзамен в учебный центр, так могут делать не все. А онлайн и объективно – это очень хорошая штука. Собственно, интересно смотреть, что думают участники. У нас по итогу мы просим заполнить анкету. Нам заполнили более 800 анкет. Это очень много, на самом деле, по вопросам. И получается объективно. Показываем всего два вопроса, там их больше. Ключевое. Мы спрашиваем, понравилось или нет. И, посмотрите, 85% говорят, что нам понравилось сдавать экзамен. Вообще, что такое экзамен? Это стресс, там нужно подготовиться, меня оценивают, я могу не сдать. Как я не сдал? Ну, я же там крутой. Это, на самом деле, сложно. Но большинство говорят, что лайк, нравится. И еще больше говорят, что мы пойдем сдавать дальше. То есть, на самом деле, те, кто сдают, те, кто доходят, они остаются в плюсе. И интересно видеть отзывы текстовые. Я здесь привел три. И выявил специально при этом опыт. То есть, мы спрашиваем в маркетировании, скажите, сколько лет вы занимаетесь проектами в вебе, и сколько вы сделали на битексе. Очень интересно, как звучит у тех, кто начинает. У них несколько проектов всего. Один-два года в вебе. Спасибо за работу, я научился. То есть, я смог что-то узнать новое, к тому, что я учил в теории. Те, кто поопытнее. Причем там очень разные. Два, три, четыре года, пять или тридцать, пятьдесят проектов. Очень разные цифры. Они все практически говорят, что я узнал новое. И вообще, это очень интересный момент. Я часто встречаю риторику, что я вообще профессионал. Если делаю проект, то почему не ваш экзамен новый? Ну, к чему? Ребята, на самом деле, когда системно не учишься, то ты всегда пропускаешь что-то. Это что-то может быть важным, чего ты не знаешь, а делаешь потом проект по-своему. Когда ты учишься системно, ты понимаешь все инструменты и подходишь с пониманием, что задача такая. В платформе есть А, Б, С инструменты, А наиболее эффективный. Если знаешь всего Б, ты делаешь так всегда и можешь делать далеко неэффективно. Собственно, еще интересно, таких людей немного, но есть и верхняя планка. Приходят ребята очень опытные, у них обычно много лет, они сделали много проектов, и у них всегда в формате, что хороший инструмент для оценки знаний других, в общем-то. То есть я посмотрел, мне понравилось, буду всех туда своих отсылать. Посмотрите, как это интересно прям по разному уровню. Собственно, про ассетификацию партнерской программы Сказать про нее так. Да, ну, собственно, мы всегда в партнерской программе для статуса просили партнеров проходить онлайн-тесты. То есть мы всегда особенно обращали внимание на сертификацию, и когда появился такой классный инструмент, объективный инструмент оценки знаний разработчика, конечно же, нам захотелось, мы подумали, что это будет… Правильная мысль, что нужно применить поездку программы. Требования к статусу, к статусу золотого, к статусу сертифицированного. Перелись мне, пожалуйста, дальше. И как мы размышляли, что вот есть в штате у партнера разработчик. Ваня его лично проверил. Видел всех, правда. Знает, что он знает. И мы предполагаем, что, конечно же, студия имеет такого разработчика, будет делать качественные проекты. Либо он сам сделает качественно, либо проверит того, кто это сделает. И, собственно, мы запустились, и многие очень сдавали, и многие были рады сдавать. Рады, что мы им дали этот инструмент, и что они воспользовались. Но действительно ли это так? Действительно ли наличие в штате разработчика – это равно качеству проекта? И мы об этом скажем дальше. Вот и я сейчас говорю. Много скажем, да. Значит, на самом деле не обязательно. Мы, конечно, об этом знали, просто бизнес-студия может быть очень гибок, и это значительная доля партнеров, которые работают с подрядом, с фрилансом, и это совершенно не означает, что на выходе у них некачественные проекты. То есть они не могут к себе в карточку прикрепить тех разработчиков на подряде, сказать, что у нас есть качественные разработчики, просто вот они там на фрилансе у нас. Поэтому мы решили отменить такое требование для статуса, потому что все-таки бизнес очень разный у студий. И, собственно, возвращаясь к слайду, который… А, перелись не дальше. Потому что в списке мы выделили, конечно, таких партнеров, просто это необходимость. Клиенты и другие партнеры должны знать, где их искать. Вот такой бейдж красненький, аттестованные разработчики, он в списке партнеров ярко выделен. Есть фильтр на главной верху, по которому можно отфильтровать таких разработчиков, таких партнеров. И, конечно же, если у вас есть аттестованные разработчики и разных уровней, все это сильно влияет на положение в рейтинге, это такой коэффициент применяется. Почему говорю сильно? Потому что, когда мы применили, я явно увидела, что некоторые компании поднялись на несколько позиций. То есть это было явно. И, возвращаясь к докладу Никиты, помните, там были у нас 28% студий, которых не хватает разработчиков, и 29% у которых переизбыток. Вот у кого не хватает, вы можете красненьких выбрать и поискать себе подряд. Теперь можно этим пользоваться. А у кого много, собственно, если они будут сдавать у вас экзамены, у вас будет добавляться количество их уровней, это хорошо может показать вашу компетенцию как разработчиков в основном в штате и клиентам, и другим партнерам, которые могут привлекать вас на свой подряд. То есть вот такой фильтр, он теперь может помочь найти подряд. Да, собственно, хоть мы и вынесли сертификацию за обязательные требования к статусу, мы вообще этот проект не отменяем. Наоборот, он кажется нам очень правильным, интересным и, собственно, по проекту дальше. Мы оцениваем примерно разные пробовали способы, но до 10 тысяч, наверное, программистов, которые с нашей платформой работают в том или ином виде. Кто-то регулярно, кто-то меньше. Сдалось сегодня больше тысячи только всего. Да, у нас есть очень большое поле всех найти, убедить, сдать, что это классно, и в целом поднимать таким образом компетенцию на рынке. Есть ощущение, что кадровый голос всегда будет. И вот мы сегодня говорили, Никита показывал там 40-х, что-то процентов, это про кадры. У кого сегодня вот есть желание взять человека, но просто нету. У вас есть вакансии, вы готовы взять, но не так много нас смотрели, может, с половиной зала. Собственно, мы планируем развивать и сами экзамены. У нас появился новый экзамен D7, мы сейчас проводим бета-тест, скоро откроем D7. Расширные технологии очень просят тех, кто сдали два экзамена, которым интересно, когда же выйдет следующий. На самом деле, получилась непростая тема, как за 4 часа оценить определенный навык разработчика. Первый, второй экзамен мы еще сбалансировали, а вот следующий мы можем даже применим новый формат, более, скажем так, строгий. Вообще, планов много. И еще раз хочу вернуться к теме, которая звучит часто, когда я обсуждаю особенно с программистами. Вот сификация – это что? Это бракатия, бумажка или это реальный опыт? На самом деле, здесь противоречий нет. Сегодня мы не умеем передавать опыт. Чтобы стать профессионалом, как говорится, нужно сделать все известные ошибки в определенной области, ты стал профессионалом. Это только годы работы, по-другому нельзя стать профессионалом. Только в кинофильме «Матрица» мы с вами видели, если кто-то помнит, когда там нео, а ты умеешь выглядеть в вертолетом, сейчас 5 сек, мне там загрузили в голову навык управления. В мире сегодня такого нет. Хотя, возможно, в будущем мы этому и научимся. Мне очень нравится аналогия, простая. Представьте, воина, опытного, сильного. Он умеет сражаться копьем. Он это делает 10 лет. На поле боя выйдет, победит всех. Он опытный, профессиональный боец. Представьте своего другого бойца, новичка. Он прошел только курс молодого бойца, но у него автомат. И он умеет им пользоваться. Его научили, как снять предохранителя, зарядить, сделать выстрел. Вот они встретились на поле боя. Мы дадим, конечно же, автомат нашему опытному бойцу, чтобы были силы равны. Но он, наверное, сильно удивится. Во-первых, что это? Ему не объяснили. Это инструмент, эффективный. Я предполагаю, что он очень опытный, может его метнуть. То есть он там прокачан, реакция, и может даже выиграть бой, но это, скорее всего, шанс очень маленький. Скорее всего, он его проиграет. Этот опытный. Этот нет. А тот обученный. И это не противопоставление ни в коем случае. Опыт опытом, а изучение инструментов, как им пользуются правильно, какие там есть возможности, это отдельно. И тот, кто сначала обучился понимать вообще инструментом, очень быстро набирает опыт. Здесь нету, это скорее дополнение, причем хоть опытному, хоть для новичка. И переходя к теме качества, которые, собственно, мы хотим сегодня вам раскрыть. Ведь что такое качество? Плохо измеримая штука. Мы поговорили с разными партнерами. У нас есть свое представление. И, в общем-то, классно, что звучит примерно одно и то же. Это соответствие ожидания. Вот мы что-то пообещали клиенту, и мы это сделали. По большому счету, это самая основная оценка. И мы выделили три элемента. Мнение клиента, соблюдение сроков и сменение технических критериев. С мнением понятно, что здесь нужно уметь договориться и достигнуть со сроками. Ну, я думаю, все скажут, что сроки, кто их соблюдает, клиент нам что-то не дал и так далее. Но важно этим управлять, управлять ожиданиями, когда вы дадите клиенту то, что он, собственно, ждет. Технические критерии. Здесь можно хорошо формализовать. Собственно, как влиять? У нас есть пункты. Мы можем что-то пытаться измерить, и тогда мы можем влиять. Грамотное ТТЗ позволит правильно сформировать ожидания клиента. Что бы мы вообще делали? Вы прописали, показали клиенту, согласовали с теми, кто будет, собственно, программировать. Все все понимают. Можно организовать производство системно. Этапы, приемка, чек-листы. Мне говорят партнеры, вы знаете, у меня 100 пунктов в приемке этапа разработки. Садится менеджер, проверяет сценарий. Садится в верстке. Садится техдип, делает код-ревью. Тогда мы отдаем клиенту, мы уверены. То есть очень разные уровни. Часто звучит про развитие сотрудников. Сейчас поговорим об этом больше. И сбор обратной связи. Тем более, если ты сам проект и не ведешь каждый. Нужно понимать, что думает клиент. Если есть проблемы, почему они возникают, разбираться и работать с ними. Собственно, развитие разработчиков. Все большие компании вынуждены у себя строить систему. Уровни, как их достигать, какие знания нужны на том определенном уровне. У кого есть уровни для разработчиков? На начале новичок, зарплата зависит и так далее. Рук, наверное, с 10. Я так подозреваю, что это обычно либо большие компании, либо кто специализируется на разработке, у кого это хорошая компетенция. Потому что без этого нет вариантов вообще. У вас приседа потребность в новом человеке. Обычно он не такой опытный. Нужно ему показывать горизонт развития и всячески двигать. Иначе вы не сможете наращивать свою мощность производства. Собственно, очень важный элемент, это то, что мы вам практически даем готовые инструменты. Сертификация, о которой мы говорили, еще есть монитор качества. То есть это инструменты не новые, но они именно об этом. И они готовые. Собственно, что самое ценное в сертификации? Подготовка. Не бумажка, которую вы получили. Человек готовился. Именно это эксплуатируют партнеры. Обратите внимание, я велел десятку партнеров по количеству сертифицированных разработчиков. У нас мы ввели это требование, было всего два. Ребята пошли сдавать сразу. Все. Мы повышаем у всех компетенций. У него буквально, что бы считаться у нас компанией, не знаю, там, мидом, должен еще их два экзамена сдать в Битэксе, а не только наши внутренние требования. И так далее. Самое ценное, конечно же, то, что человек готовится. Собственно, мы ввели уровни для разработчиков Битэкс, базы, поиск науэксперт, набор тестов, экзаменов, которые надо сдать. Экзамены стоят тысячи, две тысячи. Это не те деньги, которые тратит даже Тердир по времени, по сути, когда он сидит с новичком, готовит его, обсуждает, принимает у него требования. То есть все ли он сделал правильно. Сколько времени. Нам тысячу рублей дали, человек пришел, почитал курсы, сдал экзамен. Мы тоже самое оценили. Партнеры с удовольствием это используют. И так это и звучит. Второй инструмент – это инструмент монитора качества. Да, монитор качества. Вкратце я расскажу, может быть, кто еще не знает, что это за инструмент. Как происходит сдача проекта по монитору качества? Два этапа. Во-первых, вы, когда у вас готов проект, вы из административной панели проходите монитор качества. Это тесты. Есть автоматические, есть ручные. То есть это такая методичка, по которой прогоняется ваш проект. Когда вы его прошли, все тесты, вам будет предложено оставить контакт клиента. Соответственно, с этим клиентом мы связываемся. Мы делаем это за вас. Проводим небольшой опрос. Цель опроса – понять, насколько клиент удовлетворен проектом. Насколько ему понравилось работать с вами. И всю эту обратную связь получаете вы у себя в кабинете партнера. Оценки эти ни на что не влияют. Это возможность просто получить эту обратную связь. И, собственно, что этот инструмент… Мы посмотрели, как партнеры сдают. Мы увидели, что некоторые сдают все свои проекты. Вот просто поголовно все проекты. Решили спросить. И вот я выделила два основных критерия, по которым руководитель студии ценит этот инструмент. Первое – это, конечно, уверенность в качестве. Это когда руководитель знает, что все проекты прогоняются по чек-листу, по самым необходимым техническим моментам. Он уверен, что сделано качественно, что это все проверено. То есть поставлено прямо в производственный цикл сдачи проекта по монитору качества. И второе – это статус. То есть когда, например, мы звоним клиенту и говорим, что вот вам такой-то партнер делал проект, мы вам зададим несколько вопросов. На самом деле в глазах клиента вырастаем и мы, потому что все крупные компании, все средние компании, они следят за своим качеством и опрашивают клиентов. То есть клиент думает, о, нормальная студия, ничего себе, просто проводят, круто. И второе – это, конечно, управляемость, когда руководитель студии всегда может пойти в кабинет партнера и посмотреть, как, собственно, оценил проект и клиент. Потому что я не раз слышала, что зачастую нам говорят больше правды, чем вы знаете сами. И этот инструмент не то, что позлиться на клиента, о, оставил мне двойку. Наоборот, посмотреть и найти свои уязвимости и попробовать их исправить. И то, что вы делаете это системно, позволяет вам это делать постоянно. То есть видеть, исправлять, смотреть, как исправилось и так далее. Ну и, собственно, мы говорили сейчас скорее про студии, где есть руководитель, который управляет процессом. А если, допустим, у вас маленькая студия и вы сам себе режиссер, то есть вы и ведете проекты, может быть, даже сами и разрабатываете их, зачем вам все это надо? Ну, во-первых, зачем вам нужна сертификация проверить себя? То есть насколько вы уверены, что вы, собственно, знаете все лайфхаки в разработке? То, про что говорил Ваня, там всегда есть, что почерпнуть и нам постоянно дают это в обратной связи. Я вроде все знал, но ничего себе, оказывается, не все. Вот, проверьте себя. Второе, то, что проект издается по монитору качества, стоит этим пользоваться, когда вы сдаете проект клиенту. Вы можете прямо в админке показать, смотрите, вот этот вот чек-лист от вендора, я его прошел. Смотрите, проект сделан качественно. Не все пользуются, но это работает и стоит это показывать клиентам. И третье, то, что у вас будет такой вот медаль, участник программы мониторинга качества внедрений. Это в списке выделяется, клиенты на это обращают внимание, мы видим по посещаемости, как они на это кликают. То есть, такие три пункта можно использовать, даже если вы один, сам себе режиссер своей компании. Собственно, подъявляю итог. Ребят, два инструмента. Они придуманы не для того, чтобы что-то вас заставить делать. Это для того, чтобы кому интересно развиваться, вы можете их использовать. Собственно, мы провели очень много. Для разработчиков это готовая система, она позволяет сильно вам сэкономить на самом деле. Когда говорят, платный экзамен, это деньги. Если там посчитать, сколько тебе дитр тратит времени, чтобы заниматься этим самостоятельно, это огромная экономия. Помогает хорошо стартовать джуниором, помогает прокачать опытных. Собственно, экономия времени. Собственно, монитор качества позволяет вам сдать проект по готовой схеме. Вы узнаете, может быть что-то даже новое, как вообще мы считаем правильно сдавать проекты на нашей платформе. Проконтролировать исполнение, улучшить свое производство. В целом, показать клиентам, что мы хотим работать с качеством и делаем для этого то, что дает, собственно, сам вендор. Ну и, собственно, управляемость качеством тоже для руководителя немаловажна. Собственно, всем качество. Такой интересный у нас получился тезис в конце. Спасибо большое за участие. Если есть вопросы, вы задали их при приложении, вы задайте прямо сейчас. Я подойду и посмотрим. Спасибо. Спасибо. Первый вопрос. А есть ли примеры чек-листов для качественной проверки сайта? Ну, у нас, к сожалению, нет. Мы сами не проверяем, но вообще хорошая тема завести-то такую штуку. Можно даже в формате форума сначала партнерского пообсуждать. Кто может поделиться опытом, а мы можем собрать в каком-то виде более готовым формулировать. Это очень хороший вопрос, можно здесь поработать. вопрос про кто в компании обычно проходит в монитор качества, программист и менеджер. Вопрос был более длинный. Я понял смысл. То, что на самом деле в компаниях, я знаю, поступают по-разному. Безусловно, прохождение монитора качества зависит, словно, тот человек, который сдает его клиенту. Если у вас компания небольшая, сдает, ну там, не знаю, условно, вы и менеджер, и эти все переговоры вы принимаете сами. Если у вас менеджер есть, как минимум он с разработчиком должен посидеть разработчик, когда сдает сам, и он не коммуницирует с клиентом, он видит всегда по-своему. Да, я это размышляю так. Разработчик видит функции, а менеджер обычно видит пользовательские сценарии, ну или отдел тестирования видит пользовательские сценарии. Конечно, должен принимать тот человек, который видит проект полностью, и потом передает его клиенту. Вместе с разработчиком, может быть, сам, или разработчик сдает технические элементы, менеджер потом садится и сдает те, которые может принять сам. Собственно, мы будем завершать доклад. Анют, что-то еще добавишь? Да, я хотела сказать, что у нас сейчас через 20 минут, по-моему, здесь вот около зала будет митинг-поинт. Ваня, к сожалению, не сможет присоединиться, но там буду я, можно подойти и любые вопросы задать, если они у вас появятся.